Я не раз говорил о том, что Российская империя напрямую причастна к созданию двух синтетических искусственных народов – армян и украинцев, которых имперские власти формировали практически параллельно на протяжении 19-го столетия. Об этом сказал российский правовед и историк Олег Кузнецов, комментируя сходство политических процессов в Украине и Армении. Эксперт отметил, что армяне создавались как противовес геополитическим устремлениям Османской империи в Причерноморско-Кавказском регионе. Украинцы – как инструмент противостояния польскому национализму и сепаратизму, за спиной которого всегда стояла Астро-Венгерская империя. И армяне, и украинцы не имеют своей глубинной истории. Прошлое этих двух народов является плодом наукообразных фантазий петербургской профессора второй половины 19-го века. Их литература и литературный язык не существовали еще полтора столетия назад. По факту и те, и другие представляют собой насильственно согнанных в общее стадо маргиналов из числа проживающих с ними по соседству народов, изначально планировавшихся как пушечное мясо для достижения имперских амбиций. Свой современный облик эти два этноса приобрели только в 30-е годы прошлого столетия благодаря советской власти, активно насаждавшей армянский и украинский языки на территории соответствующих союзных республик в составе СССР, основная масса населения которых ими ранее этого времени не пользовалась. Ни армяне, ни украинцы не завершили процессы своего этногенеза путем эволюции, чем и обусловлена их агрессия по отношению к тем нациям, от которых они недавно по масштабам истории откололись. Украинцев к русским, армян к туркам. Национализм для них есть способ самоотверждения и средство компенсации чувства незавершенности процесса определения своего самосознания, когда мерилом всего за отсутствием собственного «я» является степень отрыва от чужого «я», пояснил историк. Поэтому, по его мнению, нет ничего удивительного в том, что политические процессы в Армении и на Украине между собой очень схожи. Но только я, говоря о ситуации в Армении, не стал бы ставить лошадь впереди телеги. Если проводить аналогии между выборными и электоральными политическими процессами в этих странах и сопоставлять между собой их лидеров, то аналогом Порошенко в Армении, на мой взгляд, все-таки является Сарксян, а не Пашинян. А сам Пашинян как раз является аналогом Зеленского. И того, и другого все считали человеком с улицы, комиком, клоуном и популистом, что, впрочем, недалеко от истины. Никто из представителей политических элит соответствующих стран не воспринимал их всерьез, но народ поддержал именно их, далеких от национального олигархата и не являющихся его представителями. Как бы ни стремились олигархические круги Армении и Украины вернуть себе прежние влияния в своих странах, в ближайшем будущем у них это не получится, поскольку Пашинян и Зеленский опираются на поддержку практически трех четвертей населения своих стран, квалифицированного большинства, если говорить языком юридической науки. Такой лимит доверия сложно исчерпать или растратить за год, особенно если поддерживать свой имидж показанными расправами над наиболее одиозными представителями из клана своих политических предшественников, чем сегодня активно занимается в Армении Пашинян, привлекая к судебным преследованиям Качаряна Хачатурова Григоряна и под шум прессы отбирая у них незаконно приобретенное имущество и финансовые ресурсы. Можно не сомневаться, что через пару месяцев Зеленский прибегнет к той же тактике управления страной и обществом, считает Кузнецов. И в заключении эксперт сказал, что режим Пашиняна в Армении в настоящее время максимально устойчив, потому что он выполняет сейчас главные требования толпы, известные еще со времен Древнего Рима – хлеба и зрелищ. Никакие внутриполитические потрясения ему в ближайшее время не страшны, поэтому не надо думать, что события в Армении будут развиваться по украинскому сценарию. Скорее, события в Украине развивались по армянскому или, как минимум, с учетом его опыта.